Посмотри на драгоценного Иисуса, который сегодня спасает, исцеляет, освобождает, дает процветание и благословляет. Это твой день для чуда. Сегодня в передаче пастор Бенни Хин начинает серию учения о развитии сильной молитвенной жизни. И вместе с ним в гостях Стив Брок. И библейские истины, которые вы услышите, значительным образом обогатят ваше духовное хождение с Господом. Приготовьте вашу Библию и блокнот, чтобы записать это важное учение, молитва, приносящая результат. Помните, что Писание говорит «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое недоступное, чего ты не знаешь». Мистер Брок, пройдемте сюда и присядем. Вы знаете, что ученики пришли к Господу в Луке 11.1 и сказали «Научи нас молиться». И это огромное желание вашего сердца? Конечно. И это желание каждого человека, который смотрит нашу передачу сегодня. И вот Господь показывает им примеры молитвы, когда Он сказал «Молитесь так». И, конечно, я буду говорить об этом в другой раз, но в этих передачах я хочу коснуться вопроса «Как вы молитесь? С чего начать?» И прежде всего мы должны помнить, что проблема в том, что может не быть молитвенной жизни. И молитвенная жизнь прекратилась в результате грехопадения. Когда первый человек согрешил, он скрылся от лица Господа. Бытие 3 глава. И отсутствие молитвы – это грех. Помните об этом? Первое царство 12.23 говорит, что перестать молиться – это грех. И мы должны исповедовать этот грех перед Господом. И как только мы разберемся с этим, тогда мы можем молиться. И сегодня в передаче я хочу показать вам, как начать развивать сильную молитвенную жизнь. Но прежде всего, будьте здесь. Я хочу показать вам, что Библия говорит в Иова, 21 главе. И мы касались этого вопроса на прошлой неделе. Но я на самом деле сильно чувствую, что нам нужно разобрать его еще раз. Сказать пару слов о том, как разрушительно отсутствие молитвы. Когда люди не молятся, вот что начинает происходить. И знаете, это предупреждение от Господа, чтобы показать вам, что может случиться, когда нет молитвы. Иова, 21.14 говорит. А между тем они говорят Богу. Отойди от нас, не хотим мы знать путей Твоих. Что вседержитель, чтобы нам служить Ему? И что пользы, прибегать к Нему? И подумайте о людях, которые говорят, что мне польза от этого? Что мне польза от молитвы? Но смотрите, что происходит, когда они не молятся. Видишь, благополучие их не у них в руках. Совет нечестивых, будь далек от меня. Нет никакого совета, когда люди не молятся. У них нет направления. Нет совета. И подумайте об ужасных вещах, которые произойдут. Разрушение, которое придет в чью-то жизнь, когда нет молитвы. Нет направления. Нет совета от Господа. И затем говорится в 17 стихе, часто ли угасает светильник у беззаконных? Нет света. Нет направления. Нет света. Только тьма в их жизни. И затем сказано, и находит на них беда. Здесь говорится, часто находит на них беда. У тех людей, которые не молятся, будут постоянные беды, постоянные неприятности, потому что нет молитвы. И затем говорится, смотрите, 18 стих, они должны быть, как соломинка. Они как соломинка пред ветром. Нет защиты. Нет совета. Нет света. Нет защиты от беды и разрушения. Нет защиты. Все, что они делают, исчезает, потому что нет молитвы. 19 стих. Бог бережет для детей его несчастье. Нет прощения. Подумайте о том, у кого нет прощения, потому что нет молитвы. Если мы не молимся, мы не можем исповедовать наш грех, и поэтому нет прощения. И затем говорится, пусть его глаза увидят несчастье его. Подумайте об этом. Если нет молитвы, вы не увидите ничего, кроме разрушения. Ибо какая ему забота до дома своего, после него, когда число месяцев его кончится? Это сократит вашу жизнь. Да, и нет благословений на детях или внуках. Кто этого хочет? Никто. Поэтому мы должны молиться. Вы также помните, на прошлой неделе я говорил о том, что молитва изменяет планы Бога. Стив, мы говорили, как это происходит. Когда Бог сказал Ионе в книге Ионы в первой и третьей главе, он сказал, иди в Неневию, я собираюсь ее разрушить. И когда он пошел туда, в третьей главе, они молились. И когда они молились, Бог изменил планы. И вы знаете об Израиле. И исходя 32 главе, Бог сказал Моисею, скажи Израилю, что я уничтожу их. И на самом деле, Бог очень разгневался на Аарона за то, что он сделал тельца. Был очень разгневан на Израиль. И он сказал, я уничтожу их. Но что произошло? Но Моисей начал молиться, и в результате этого Бог изменил свой план. И Бог изменил свой план, потому что Моисей молился. Конечно, он знал, что Моисей будет молиться. И на самом деле не передумал. Он знал в любом случае, что он будет делать. Послушайте, Бог дает нам выбор в жизни. И если мы послушны Ему и делаем правильные вещи, Он благословит нас. Тогда Израиль согрешил против Него. И согласно Его закону, они должны были быть наказаны. Но Моисей молился. И Бог раскаялся в том, что хотел совершить зло Израилю в книге Исход 32 главе. Поэтому молитва меняет планы Бога. И молитва не меняет пророчеств. Молитва исполняет пророчества. Она не меняет их. Я не совсем понимаю это. Я имею в виду, что если человек согрешил, закон Божий говорит, что он должен быть наказан. Но если он покается, если он начинает молиться, и в случае с Израилем за них молился Моисей, Бог отвел наказание. На самом деле, он передумал разрушать Израиль. И Моисей, благодаря ходатайству, спас Израиль от разрушения. И то же самое произошло с Старем Изекией. Бог сказал, ты умрешь. Но он молился. И Бог продлил ему жизнь. И поэтому мы видим в Слове Божьем, что у молитвы есть сила. И я думаю о силе молитвы. У молитвы есть сила изменить план Бога. Не пророчества, но конкретные планы Бога. Относительно ли народа или человека. Живет ли он во грехе, или целая нация находится во грехе. И поэтому пророчество исполнится независимо от молитвы. Верно? Именно так. Это неизменно. Молитва исполняет пророчество. Она не меняет пророчество. Может ли оно исполниться раньше по молитве? Конечно, я покажу вам это сегодня. Ну, на этой неделе в любом случае. Вы увидите это в Библии. Мы увидим, как молитва приближает исполнение пророчества. Я знаю, что есть стих. Я не помню, где он, но стих, который говорит, что мы можем приблизить пришествие Господа. Мы поговорим об этом в другой передаче. Мне нравится этот стих. Я хочу сказать, что молитва может приблизить, и отсутствие молитвы отсрочить пришествие. Конечно. И давайте поговорим о том, как начать молиться. Ученики сказали Господу, научи нас молиться. Что нам нужно сделать, чтобы войти в присутствие Бога? Первое. Мы должны исповедовать свои грехи. Давайте обратимся к 65-му псалму. Посмотрим 18-й стих. Пожалуйста, мистер Брок, если вы нам поможете здесь, пожалуйста, прочитайте для нас. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». И это Слово Божье святые. Это Его закон. Если вы хотите, чтобы Бог слышал вас, вы должны исповедовать ваш грех. И посмотрим притча 28-9. «Кто уклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Если вы не послушны закону Божьему, вы не будете услышаны, и Бог не ответит. И Слово Божье говорит удивительные вещи об этом. Возьму конспект. Я хочу быстро пройтись по нему с вами, драгоценные святые. Это очень-очень важно. Бог говорит, что если вы видите беззаконие в вашем сердце, он не услышит вас. Слово Божье говорит также что-то удивительное в Псалме 39-13. Я прочитаю вам. Пока вы смотрите притча 21-ю главу, пожалуйста, 13-й стих. Дорогие святые Божьи, давайте посмотрим 39-й Псалом и прочитаем 13-й стих. «О, я люблю учить Слову Божьему!» Аллилуйя! Мне нравится слушать. Спасибо. 13-й стих говорит, «Ибо окружили меня беды неисчислимые, постигли меня беззакония мои, так что видеть не могу. Я не могу молиться, потому что мои беззакония постигли меня». Другими словами, если есть грех, постоянный грех, да, невозможно молиться. Это не просто однократный грех, но постоянный грех, неисповеданный грех. Вот о чем идет речь. И здесь говорится, «Постигли меня беззакония мои, и теперь я не могу смотреть в небо». Я не могу молиться. Псалом 65 говорит, «Если бы я видел беззакония в сердце моем, то не услышал бы меня Господь. И не только это, не только вы не можете молиться. Если есть грехи в вашей жизни, неисповеданные грехи в вашей жизни, вы не можете молиться, никак не можете. Поэтому, когда я прихожу в его присутствие, первое, что я должен сделать, это исповедовать мои грехи. Да, и затем мы уже читали притчи 28-ю главу, но давайте прочитаем снова. Притчи 28-9. И затем притча 21-13. И я хочу кое-что сказать, и это так сильно. Все, кем является Бог, все, что у Бога есть, Он поместил в молитву. Это сильно. Я могу еще раз это сказать. О, пожалуйста. Все, кем Бог является, подумайте о том, кто Он, и все, что у Него есть, Он поместил в молитву. Поэтому это наша ошибка, когда мы не молимся. Мы не получаем ничего от Господа. Это также совпадает с тем, о чем вы говорили. Я использовал это много раз. Расскажите мне. Дело в том, что, когда мы молимся во имя Иисуса, мы приказываем всей властью неба. Верно, потому что мы приходим вместо Него. И могу я еще кое-что сказать. Никакая сила не может противостоять вам, Стив Брок. Никакая сила не может противостоять вам, драгоценные святые Божьи, если вы знаете, как молиться. И молитва – это язык Святого Духа. И когда вы начинаете молиться, вы входите в мир Духа Святого, потому что Его мир – это мир молитвы. Это Его язык. Молитва – это язык Духа. Поэтому вы перестаете говорить на своем языке и начинаете говорить на Его языке, когда вы входите в молитву. Но сначала нам нужно разобраться с грехом. И помните, что я сказал раньше, что отсутствие молитвы – это грех, и вам нужно исповедовать его. И также есть грехи в вашем сердце, беззакония, которые не дают вам молиться свободно. «Постигли меня беззакония мои», – Давид сказал. «Так что видеть не могу». Не могу молиться. И нам нужно исповедовать наши грехи. И также есть что-то еще, что удерживает нас от эффективной молитвы. Помните, мы говорим о том, как молиться. Ученики сказали в Луки 11.1, «Господь, научи нас молиться». Хорошо. Послушание Слову Божьему обязательно. Если вы хотите эффективно молиться, в притчах 28.9 говорится, «Кто уклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость». Если вы не слушаете Слово Божье, если вы не послушны Его заповедям, Он не будет слушать вас. Он не будет слушать вас. Это будут просто слова. Если вы игнорируете Библию, Бог будет игнорировать вас. Если вы игнорируете Его Слово, Он будет игнорировать вас. Он не будет вас слушать. И здесь есть что-то еще, и нам нужно поговорить об этом. О бедных. Вы знаете, что Библия говорит? «И если мы также игнорируем бедных, Бог будет игнорировать нас». Да, притча 21.13. Вы прочитаете? «Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, тот и сам будет вопить, и не будет услышан». Если вы хотите, чтобы у вас была эффективная молитвенная жизнь, вам нужно слышать вопль бедных, крик бедных, и помогать им. Я об этом думал. Да, конечно же, мы не можем просто слышать и ничего не делать по поводу этого. Да, точно. Да, потому что есть много людей, которые говорят, «Я их слышу, но ничего не делают по поводу этого». И еще одну важную вещь я должен сказать. Молитва – это партнерство с Богом. Разве это не потрясающе? Вы становитесь партнером Господа, когда вы молитесь. И когда ваш грех исповедан, когда вы послушны закону Божьему, когда вы слышите вопль бедных, тогда вы готовы молиться. И вот, как начать молиться. Помните, что ученики сказали? «Господь, научи нас молиться». И вот, как нужно начать. Вы можете открыть Псалом 79,19, а я открою Еремии 30,21. Вы знаете, когда мистер Брок со мной, я могу охватить много учения. Да, и посмотрите на Псалом 79,19. Пока я открываю Еремию, прочитайте. «И мы не отступим от тебя. Оживи нас, и мы будем призывать имя Твое». «Оживи меня, Господь, и затем я буду призывать Твое имя». И перед тем, как вы начнете молиться, вам нужно ожидать Господа. Вы знаете, люди врываются. Только глупцы врываются. Не делайте этого в молитве. Ожидайте Господа. И ожидать означает то, о чем говорится. Ожидайте, как, например, вы ожидаете кого-то, так же ожидайте Господа. Я бы лучше ожидал Господа, чем ждал бы донтиста или врача. И теперь вы говорите, «Господь, я здесь. Бог может видеть вас здесь. Вы просто ждете. И ожидание убьет плоть. Ожидание разрушит эгоизм, принесет смерть эгоизму». Раз ли вам это не нравится? Вот почему ожидание так важно. Мы ожидаем Господа, и плоть начинает подчиняться. Вот почему самое трудное – это ожидать. Послушайте, когда Господь призвал меня молиться недавно на протяжении двух дней, я был на коленях 48 часов без остановки. И самое долгое – это было ожидание. Я ожидал, начиная с вечера субботы, весь день воскресенья и до утра понедельника. И после обеда в понедельник Бог посетил меня. И это произошло на самом деле, когда я начал молиться. Ведь сначала вы ждете, и пока вы ждете, иногда вы повторяетесь. И вопрос в следующем. Понадобилось ли Бенни Хину много времени, чтобы добраться до того места, где Бог смог говорить ему? Или у Бога было уже слово, но он не хотел говорить его вам? Нет, нет, все зависело от меня. Это было для особенного времени, потому что Господь хотел показать мне определенные вещи. И Он сказал мне в Израиле, «Я хочу говорить к тебе». Поэтому я поехал домой и ожидал. И сейчас я молюсь каждый день, ежедневно. И я молился сегодня утром. И обычно я не жду так долго, потому что Господь по Своей благодати посещает нас намного быстрее, когда наше общение на ежедневной основе. Не так, как в моем случае в то время. Потому что это было особенное время для меня, чтобы получить инструкцию от Господа. И так часто бывает в моей жизни. Но каждый день я ожидаю Господа. И обычно я мог ждать полчаса, я мог ждать час, иногда меньше. Но когда Его присутствие начинает сходить и прикасаться к моему сердцу, только тогда рождается настоящая молитва. И что-либо перед этим, просто слова. Часто мы произносим слова и ничего не достигаем. Поэтому первое, что нам нужно сделать, это ожидать Господа. И затем сказано в Еремии, я хочу вам показать это. О, и у нас не осталось времени, не могу поверить. Это 21 стих, Еремии 30. Здесь сказано, «И будет вождь его из него самого, и владыка его произойдет из среды его, и я приближу его, и он приступит ко мне, и я приближу его, и он приступит ко мне». Разве это не замечательно? Поэтому нам нужно ожидать, пока Бог не приблизит нас. И когда Он коснется наших сердец, тогда мы приступим к Нему. Поэтому не приближайтесь к Богу, не начинайте молиться, пока Он не приблизит вас. Я люблю песню песней, и это 1 глава, 3 стих. «Влеки меня!» Вы прочитаете нам? «Влеки меня!» Мы побежим за тобою. «Царь вел меня в чертоги свои». Это прекрасно. И вы не можете войти в чертоги, пока Он не ведет вас в них, пока Он не прикоснется к вашему сердцу. Поэтому ключ к молитве тогда, когда вы исповедовали свой грех, когда вы живете в послушании, когда вы не пренебрегаете и не игнорируете бедных, тогда вы можете начать молиться. И теперь вы молитесь, но вы ожидаете Господа сначала, пока Он коснется вашего сердца. И когда Он коснется вашего сердца, наступит момент, когда Его присутствие смягчит почву вашего сердца, и начинается молитва. Молитва, которая коснется неба. Молитва, которая коснется сердца Бога. И завтра я поделюсь еще многими вещами. О, на этой неделе будет много всего. Не пропустите ни одной передачи. Они наполнены истиной и богатством. И небесной. Я хочу повторить. Небесной информацией. Но прямо перед тем, как мы попрощаемся, очень быстро, у меня есть несколько минут, я хочу сказать кое-что еще. В Матфея 6 глава. Очень быстро. Матфея 6 глава. Очень быстро. И я хочу прочитать 6 стих. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись Отцу твоему, который в тайне. И завтра в передаче я поделюсь чем-то удивительным. Я хочу говорить о трех ключах, которые приведут к победе в молитве. Правильное местоположение, правильная позиция и правильное состояние. Не пропустите передачу завтра. Мало.